Привет, друзья! С вами дядюшка Лис. Продолжаем мы наше путешествие в игре To The Moon. Как вы помните, попали мы с вами на свадьбу к этим двум прекрасным людям, одного из которых мы все-таки планируем отправить на Луну каким-то образом. Нашли мы с вами уже три фрагмента на этой карте, и теперь нам нужно найти оставшиеся два и найти еще воспоминания, при помощи которого мы отсюда выйдем. Это мы вернулись, я так понимаю, как раз на место вечеринки. Ну, вечеринки, торжества скорее, вечеринки. Угу, а это кто? Ох, пойду проведаю твою тетю, Джон. Ладно, мам, скажи спасибо, что пришла. Скажу. Я так горжусь тобой, Джон. Николс Джоуи? А, так звали моего деда. Его не стало еще до того, как я родился, а мама меня так называет. Как так получилось, что я об этом не знал? Как-то получилось, лучше зови меня Джон. А, только не очередная порция розовых соплей про дедушку и детство. А ты-то что, так сильно против? В смысле, ты сам часто говоришь о своем дедушке? Я? Нет. Ну да, конечно. Получена заметка. Джоуи. Ага, у нас еще один фрагмент. И надо еще кого-то нам отыскать здесь. Банка с оливками. Ну, не, эта банка с оливками, она его вообще всю жизнь преследует. Ну, не то, что преследует, но он так это... Я смотрю, не изменяет своим привычкам, да? Так, а куда-то еще мы здесь можем выйти, нет? О, еще есть место. А, ну мы там были, мы же оттуда начали, да? А, нет. Интересно. Какой-то кролик. Ему не нужна помощь, Ривер. Уверен, это была случайность. Пошли, опоздаем. Подожди. Это кролик? Спрашивает Уотс. Думаешь, с этого начался бумажный кролик? Розалин. С чего бы какой-то сбитый кролик так повлиял на нее? Не говоришь о том, сколько лет прошло. Уотс. Меня не спрашивай. Ты ведь здесь единственная женщина. Розалин. Я буду уверена, что единственное, когда ты прыгнешь с тарзанкой без веревки. Мы вроде бы нашли все. Ага, ну это мы читали. Хорошо. И кролик, я так подозреваю, да? Это то самое ключевое воспоминание. Так, давайте мы пока заметки почитаем, у нас там какие-то образовались. Так, бумажный кролик. Нет. Нет, где это? Вот Джоуи. Прозвище Джонни в честь его дедушки. Хорошо. Тохлый кролик. Был сбит машиной в день свадьбы Джонни и Ривер. Подготовить Мементом. Ну вот и все. Пойдем дальше. Посмотрим. Доктор Уоттс. Знаешь, эта свадьба просто фантастика, учитывая, что в роли Мемента сбитый кролик. Доктор Уоттс. Эй! Может она увидела в этом метафору неудачного брака? И спустя много лет начала складывать кроликов, потому что она поняла, как все было тухло? Или, ну что-то еще в этом духе. Розалин. Классно все расписал, Нил. Ну вообще, да, не самое удачное начало в семейной жизни какой-то. Да, в этом есть что-то зловещее. Розалин. Бедняжка. Еще одно несчастное животное. Уоттс. Не смотри на меня так. Розалин. Воняет, как от фермы. Вот. Или как от сбитого животного. Отключи уже имитацию обоняния, или давай свалим отсюда поскорее. Так, а куда нам валить? Кролик нам недоступен. Туда мы не можем, у нас заканчивается воспоминание. Может, нам сюда куда-то? Нет? А, вот. Отлично. Я уж испугался, что у нас автобус переедет. Синяя лошадь. Это интересно. Уоттс. Ого. Розалин, не делай этого. Чего не делать? Сам знаешь. Не проходить мимо этой лошадки? Тебе что, пять лет? Отлично. Не пройду. Хе-хе-хе. Хия. Доктор Розалин. Мы теряем время, Нил. Доктор Уотс. Вот блин. Плохо дело. Похоже, свалился. Нет? А, сделай что-нибудь. Не стой, столбом. Помоги мне. Черт. Такой в мои обязанности не входит. Заметка. Доктор Нил Уотс. Хе-хе-хе. Ой, ну ладно. Я так понял, в одиночестве мы будем бродить. Хорошо. Каждый отдыхает как может, да? У всех свое хобби. Он так и будет бегать. А, нет, это не он. Это еще кто-то. Так, хорошо. Чего мы ищем? У нас довольно большой кусок карты тут. Скуда вы все едете? Наверное, туда. Каким образом этот кролик связан с ипподромом? Или я даже не знаю, с лошадьми? Слушайте, там у нас уже воспоминания заканчиваются. Там нет нифига. Пойдемте сюда наверх. Ох ты, елки-палки. Похоже, я опять куда-то не туда забрел. Нет? Ну куда-то же мы должны прийти. По идее. Не можем же мы просто так тут бродить. Так, чего мы ищем? Только не говорите, что нам надо было бежать за Нилом, чтобы снять его с лошади. Похоже, мы что-то нашли все-таки. Это юность наших героев, да? Тут нет ничего. Ну, хорошо. Мы нашли их. Мы нашли край карты очередной. Здесь все заканчивается. Пойдемте ниже сходим. Так, хорошо. Давайте заметку почитаем. У нас же образовалась заметка про Нила Уотца. Нил Уотца. Деревенский дурачок. Отлично. Это мне прям помогло. Это мне прям помогло. Слушайте, ну я не очень понимаю, что делать. Ну все, тут край карты. Ладно, пойдемте к лошадям сходим. Там хотя бы что-то было. Может, игра как-то заклинилась? Или она повисла? Или какой-нибудь скрипт, интересно, не сработал? Ага. Вот, можно пообщаться с кем-то. Фух. Второе воспоминание. Джон, ты в этом уверена? Все будет в порядке. Ей это не впервой. Но сама она этого не делала. Ривер, я справлюсь. Я не ребенок. И поскакала. А-а-а. Ну да. Ривер! Куда ты? Ну похоже, таки справилась, да? В чем дело? Вперед! Джон. Эй, подожди. Блин, нам чего, за ним бежать теперь? Розалин. Ах, интересно. Нил уже свалился с той лошади? Доктор Водс. Ева! Какая Ева. А, это она зовут Ева. Ну, Трот. Это слишком. Я больше не могу. Что за кретин? Похоже, нам тоже придется скакать. Ох, ну и овощи. Так, чего там? Право-влево. Не сверху, да? Голоб пробел. Круто. Что делать-то? А нам что, надо за ними бежать, да? Ага, то есть мы по ходу дела здесь еще будем кусочки мемента находить, да? Ах, все время в деревьях где-то застреваю. Так, хорошо. А где сам Джон? Ага, это тут карта заканчивается. Может быть, тут еще что-то какое-то у вас? Ага, все. Мы нашли все кусочки фраг... Ну, вернее, все фрагменты. Осталось понять... ...где ключевое воспоминание в этом по всем ипподроме. И как мне отсюда слезть. Так. Какие-то неочевидные вещи тут. Может, мне этого чудика надо снять как-то? Нет? Не надо? Ага, все-таки надо было. Спасибо. Розовина, ух. Эм, все-таки, чего еще-то? Ага, все. Хорошо, как слезть? Я хочу слезть. Эм, лошадка, как тебе? Старший агент по переносу памяти компании Зигмунд. Да это я знаю. Как мне с этой кобылки слезть? Может, с ней пообщаться? Нет. Мне не нужно с ней общаться. Может, с ним? Ммм, интересно. А. Вот. Это мемента. Никогда больше не залезу, но это лошадь. Иди добудь остальные звенья памяти. Да я уже добыл. То есть, можно было бы и не сползать. Подготовить мемента? Конечно, подготовить. Ага. Так, ну, допустим. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Какая-то сумочка. Активируем ее. И перемещаемся дальше. Джон, диагноз точный? Да. Мы в нем уверены. Доктор Ли говорит. Доктор Ли, к сожалению, как и в большинстве подобных случаев, диагноз немного запоздал. Если бы вы узнали об этом в детстве, мисс, это уберегло бы вас от многих проблем. Ривер, у вас есть книги по этой теме? Вот книга Тони Эдвуда. Он один из лучших специалистов по данному вопросу. Можете взять ее на время. Только не забудьте вернуть. Джон, спасибо. Доктор Ли. Так. Вы семейная пара? Официально наш брак не зарегистрирован. Так. Ясно. Что ж, я могу выписать вам направление к специалисту, если желаете. У вас есть проблемы в отношениях? Ривер. Нет. А у вас, сэр? Нет. Все хорошо. Тем не менее, сэр, вам стоит почитать книгу, которую я вам дал. Это поможет вам понять ее состояние. Я... Я лучше не стоит. Почему же? Что ж, как скажете. Между тем, возможно, ей сможет помочь один метод. Ипотерапия. Ей занимаются на ранчо к северу отсюда. Я могу связаться с ними, если пожелаете. Ипотерапия это... Ну, в общем, психотерапия с лошадьми. Это как раз то, чем мы занимались две минуты назад. Доктор Розалин, говорила тебе. А что говорила? Что за диагноз на елки-палки? Джон, простите. Не могли бы вы остановить часы? Тиканье ее очень раздражает. Так вот, почему у него все часы дома стоят. Помните, в первых сериях у него полный дом часов, и они все не идут? Вернее, не то, что не идут, они не тикают. Ревер, не настолько. Все в порядке. Нет проблем. Это обычное дело. Если что-то вызывает у вас дискомфорт, скажите мне. Спасибо. Розалин. Думаю, это объясняет, почему в их доме часы не тикают. Да, мы уже это только что поняли. Ага, это ключевой элемент. Так я понял. Что еще? Опять этот тут конос. Ключевый тут конос. Вот. Поверить не могу. Что это исчадие ада имеет такую долгую историю. Розалин. Похоже, за ним хорошо ухаживали. Вот. Она совсем ничего не понимает животных. Хорошо, вот та самая сумочка, которая нас сюда привела. Здесь больше ничего нет. А тут? Простая дамская сумочка. И должно быть еще что-то. Получена заметка. Тони Этвуд. Давайте почитаем, кто такой Тони Этвуд в конце концов. Тони Этвуд. Автор книг о состоянии Реверна. Ну что ж такое? Мы не знаем, что за состояние. Это же вообще не так нечестно. Тиканье часов. То, чего Ревер не переносит. Мы уже это поняли. Так, а что же тут еще? Где-то еще один кусочек. Это мы уже видели. Дамская сумочка. Может тут еще у меня чего-то есть? Нет? Быть его отсюда не можем. Утконос. Хорошо. Так, давайте запрыгнем. Что это за журнал? Так, ну ладно. Все-таки где-то еще один кусочек, да? Тут иногда бывает не очень очевидно. То есть вроде наводишь курсором на вещь. А она не отображается, что с ней можно взаимодействовать. Может тут мы что-то пропустили? Нет, дамскую сумочку я уже рассматривал. Так, ну вроде бы... Тут ничего нету. Все проверили. Тут, может быть... Может с кем-то поговорить нужно? Ну... Нет. Это мы уже видели. Так, это тоже... То же самое. Загадки становятся... Все... Не очевидней. Сюда мы спуститься не можем. Угу. Так, тут тоже вроде бы ничего нету. О! Джон, подожди. Еще чуть-чуть. Скоро тебя вызовут. Офигеть. Это было... Не очевидно. То есть я вообще не видел этого. Вроде тут все облазил. Давайте подготовим еще одно мементо. У нас четыре попытки, да? Ну давайте вот так вот допустим. Ага. Отлично. Активировать часы. Перемещаемся дальше. Какой-то концерт, видимо. Доктор Розалин. Эй, смотри. Вот. Я знаю. Не могу поверить, что это... Что это он платит деньги, чтобы пойти в кино на такую туфту. Розалин. Да нет же, дурак. Смотри. Мы в прошлом. Совсем детство. Доктор Уотс. Объясни. Так. Объездся мне переваренными макаронинами. Он пришел один в киношку? Что за неудачник? Доктор Розалин. Ты всегда один ходишь. Вот. Это совсем другое дело. Никто не разбирается в кино достаточно, чтобы разделять мои вкусы. Но это фигня. Все. Вот так можно высидеть на таком убожестве. Да, у него что-то случилось явно. И почему интересны часы? Как они связаны с Ривер? Доктор Уотс. И таким образом это кино никчемно, как на физическом, так и на бетафизическом уровнях. ЧТД. Розалин. Ладно, пошли. Вот. Что? А, точно. То есть он все это время разглагольствовал. Так, а куда мы можем выйти? Тут ничего нет. Доктор Уотс. Эй, погоди. Эй, я не Роза... Не разговаривал с Сэм обоями. Розалин. Грамматика, дорогой Уотс. Уотс, заткнись. Я даже не договорил. Розалин. Ладно, пошли искать Мемента. Доктор Уотс. Я все равно ни разу не разговаривал с Сэм обоями. Так, хорошо. В туалет нам не нужно. С Сэм обоями мы не будем разговаривать, я так понял. Может быть тут что-то? Нет. Странно. Доктор Уотс. Ты что творишь? Ты уже трех человек похерила. Розалин, да ладно. Все это понарошку. А что она сделала с ними? То есть она стерла эти воспоминания как бы? Доктор Уотс. Ты же знаешь, что этими распихивнями людей ты ничего не делаешь, так? Ну и что ты стонешь сегодня тогда? Мне уже просто интересно, что будет, когда мы всех уберем отсюда. Доктор Уотс. А это кто такой? Доктор Уотс. Девушка не пришла на свидание? Да уж, моментик. Розалин, тебе это очень знакомо, как я вижу. Издевается, издевается. Может быть тут чего-то еще такое интересное? Нет. То есть... Доктор Уотс. Ну, ничего тут нет. Паршиво, конечно. Но, видимо, придется опять у него что-то выспрашивать. Приступай. Доктор Уотс. Ладно, хоть в этот раз обойдемся без оливок. Джон спрашивает. Ревер? Ты была здесь все это время? Я ждал тебя в холле. Думал, ты не придешь. Почему ты вышел? Разве мы не хотели вместе посмотреть это кино? А? Это я у тебя должен спросить. В смысле? Мы смотрели кино вместе, а потом ты ушел. Мы не смотрели его вместе. Я даже не знал, что ты была там. Если ты меня видела, почему не подошла ко мне? Зачем это было нужно? Мы смотрели один и тот же фильм. В одном и том же зале. Смеется. То есть она приперлась в этот кинотеатр. Сидела где-то в другом месте. И утверждает, что они смотрели этот фильм вместе. Интересная дама. Ревер, что не так? Ты такая странная. Это просто, мягко говоря, странная мужик. Она вообще какая-то очень странная, я бы сказал. Ревер, ты больше не хочешь смотреть этот фильм вместе? Ну, конечно, хочу. Но ты тоже, конечно, не подарок смотрел. Пойдем досмотрим конец. Я бы сказал, что они определенно стоят друг друга. Что от нас, что второе. Они весьма странные товарищи оба. Доктор Уоттс. Кажется, этот момент для глубокомысленного замечания. Розалин. А мне так не кажется. Хотя бы надеюсь, что там мы найдем недостающее. Окей, ну ладно, хорошо. Недостающий кусочек мемента мы найдем с вами в следующий раз. И отправимся в это путешествие. А пока на сегодня закончим. С вами был дядюшка Лис. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok